Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие телезрители! Рады приветствовать вас в эфире телепроекта «День студента». Сегодня с вами, как всегда, обаятельная Аня. И жизнерадостный Сергей. Студенты Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Каждую неделю во вторник в 16.00 мы будем рассказывать вам интересные новости нашего университета и знакомить с интересными людьми. Наш внимательный зритель мог заметить, что сегодня в нашей дружной команде ведущих произошла маленькая, но существенная замена. Расскажи, как это вообще сегодня здесь оказалось? Да, Сергей, действительно, сегодня мой первый эфир. Я хочу тебе сказать, что случайности не случайны. Слушай, насколько я знаю, ты у нас довольно-таки опытная девушка в этом деле. Ты ведешь различные мероприятия, как внутри нашего вуза, так и вне. Я думаю, тебе этот опыт сегодня поможет. Я тоже думаю, что мой опыт сегодня мне обязательно пригодится и поможет. Я уже чувствую, что у тебя все под контролем. Расслабься, у нас все получится. Ну что, начало ноября в нашем университете оказалось насыщенным. Студенты приняли участие во многих форумах. Что, перейдем к первой новости. Команды ЧГПУ приняли участие в четвертом студенческом кубке России по интеллектуальным играм. Мероприятие состоялось в Москве 28 октября. 49 команд из 17 регионов России, представляющих 39 вузов страны, бороли за звание лучшей студенческой команды. Представитель интеллектуального клуба студенчества нашего вуза прокомментировал данное мероприятие так. Для нас это первый подобный опыт. Несмотря на волнение, мы собрались и показали довольно-таки хороший результат. Особенно мы гордимся нашими ребятами из команды «Рисошки». На самом деле я тоже горжусь этой командой, потому что представители ее мои лучшие друзья. И в ПУ этих баталий они не успели даже сходить на матч ССК «Краснодар». То есть пошли на такие жертвы. Да, такие жертвы. С 31 октября по 2 ноября в Глазовском государственном интеграгическом институте имени Короленко прошел Всероссийский молодежный форум «Этноволна». В мероприятии приняли участие около 150 студентов из Санкт-Петербурга, Саранска, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Чебоксар, Казани и других городов. Чувашский государственный интеграгический университет на форуме представили студенты первого курса психолого-педагогического факультета Юлия Кулагина, Дарья Чернова, Ксения Оськина, Мария Филиппова. Главный модуль форума образовательный. Студенты Чувашского государственного педагогического университета Анастасия Николаева, Ольга Ильина приняли участие в работе школы студенческого актива Приволжского федерального округа Поволжские берега. В 2018 году в школу было подано более 500 заявок. По результатам отбора в школе актива приняли участие около 100 человек из 17 регионов нашей страны, представляющих 30 учебных заведений. Основной тематикой школы в этом году стали система методов управления студенческих организаций, продвижения студенческих проектов и организация общественной деятельности. 9 ноября волонтерам из Чувашии вручили памятные медали 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в городе Сочи от президента России Владимира Путина, а также благодарности от организаторов фестиваля, памятные медали и грамоты от президента России за вклад в подготовку проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. В городе Сочи удостоены 500 человек по России из Чувашии четверо, в их числе студентка факультета истории управления и права Инга Егорова. Знакомые такие фамилии и имена. 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский форум студенческих спортивных клубов, посвященный пятилетию Ассоциации спортивных клубов России. Форум собрал более тысячи участников из 72 регионов. Представителями от нашего вуза стали Андрей Иванов, Анастасия Иванова и Махлия Султанова. На открытие форума студентов приветствовали вице-гурбината Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Слушай, команда приветствующих наших ребят такая довольно-таки разнообразная, как будто из фильма «Мстители». Ну а сейчас немножко давай отойдем от наших новостей и перейдем к самому интересному. А ты знаешь, что у нас появился талисман нашего университета? Да, на самом деле об этом, я думаю, знает уже каждый студент нашего вуза. Это наш любимый пчеленок. А как ты думаешь, почему именно пчеленок? На самом деле ответ на этот вопрос гораздо-таки простой ответ на этот вопрос. Пчеленок – необыкновенно многогранный символ, как я считаю. Он олицетворяет мудрость, трудолюбие, красоту, экономность. Красоту, порядочность, целомудрие. Действительно. Я с этим, да, действительно согласна. Знаешь, как говорится, не одним праздником единое. Сегодня, 13 ноября, проходит Всемирный день доброты. Думаю, можно с этим поздравить наших телезрителей. Да, поздравляем наших телезрителей с этим прекрасным праздником. И именно поэтому наш пчеленок сегодня решил порадовать наших студентов и преподавателей и поделиться своим добром. Как говорится, какая пчела без сладостей? Ну что, предлагаю посмотреть наш короткометражный, но довольно-таки интересный ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А что ты делала на этих выходных? Ну, я, как обычно, проводила время с семьей. А вот мне почастливилось побывать на форуме студенческих отрядов Всероссийский слет студенческих объединений под названием «Хастар». Да, я знаю, что он проводится уже не первый год. И участники на форуме проводят разные тренинги, мастер-классы, игры на знакомство. Там очень довольно-таки весело. Да, и помимо этого ты получаешь массу положительных впечатлений, хороших знакомств, приятными людьми и большое количество полезных связей. Да, повезло тебе. Мне и телезрителям уже не терпится узнать, как же там все происходило. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok С нами участница форума «Хастар». Ну, как твои первые впечатления о этом слете? Знаете, мне все очень нравится. Нравится организация, очень много положительного опыта, чтобы привезти обратно в город, свой институт, поделиться с ребятами, с которыми я учусь. Мероприятия все на высоте. Каким одним словом ты можешь описать свою команду? Непредсказуемые. Самые. Какую организацию ты сегодня представляешь? Я представляю Студсовет Чувашского государственного института культуры и искусства. Моя задача на сегодня – получить кучу колоссальных положительных эмоций, научиться новому и передать это моему институту. Рассказать о Хастаре. Этот форум оправдает мои ожидания, я уверена. Я уже чувствую все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какие твои первые впечатления? От первого дня форума Это мой первый форум, мне безумно все нравится Общаемся с одним из кураторов нынешнего форума Слушай, сколько ночей не спал перед подготовкой? Ну, все, что готовились, не спал, прям судорожно готовился и переживал душевные переживания Не описать словами Стоило ли это того? Оправдались ваши ожидания? Безусловно, каждый нерв, каждый седой волос, это все стоит того и даже стоит большего вообще По какому принципу вы выбирали конкурсы для квеста? Зачем вы так издевались над ребятами? Ну а как? Ну нельзя же просто лайтовенько, надо же немножечко пожестить, чтобы сблизить народ, да, чтобы прочувствовать эти эмоции, да, вот в такой сложной ситуации Какую организацию ты сегодня представляешь? Добрый день или вечер, я представляю молодежное правительство при администрации Московского района Итак, мы вот приехали, заселились, у нас прошли некие слепые свидания, какие впечатления вообще у тебя? На самом деле эмоции у меня потрясающие, просто такие мероприятия нужно проводить Я сейчас был даже на другой школе актива буквально несколько дней назад Но здесь я понял то, что в первый день это уже улет, приезжайте все сюда Повезло со своей командой? Очень-очень, особенно кураторы Наташи и Вани, это просто бомбезные люди Ребята все на позитиве, все эмоционально, все такие движ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, и у этого человека большая стоит перед ним задача Формирование у студентов гражданской позиции, создание и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни Это уже сейчас задач, поставленных перед отделом по воспитательной работе Начальником которого являются герои нашей следующей рубрики Хочется добавить, что Михаил Павлов отмечал вчера день рождения Чем мы его хотим поздравить, пожелать ему здоровья, успехов в работе и никогда не стареть душой И раз уж он не делен такой большой ответственностью, давайте же узнаем, в чем заключается его сила Обязательно смотрим рубрику «10 вопросов» Михаилу Павлову Я работаю начальником отдела по воспитательной работе Естественно, моя задача – это воспитывать студентов Воспитывать в них патриотический дух к нашему любимому Чувашскому государственному педагогическому университету Это делается благодаря мероприятиям, которые мы проводим для них и которые они проводят сами вместе со мной Поэтому патриотический дух в нашем университете очень хороший и славный Это интересный вопрос Сразу так и не вспомнить Наверное, тогда, когда я танцевал в роли статуи Танцевать нужно было, как робот Вот, ну, было, в принципе, забавно Все вы ее знаете от Кажана Марина Борисовна Она истинный эталон того, как надо воспитывать студентов, как нужно было общаться Вести себя не как начальника, а как друг для студентов Вот благодаря ей я и такой, как его есть И стараюсь стремиться к этому Во-первых, сдать сессию на отлично Потому что именно для учебы студент как раз таки поступает в университет Во-вторых, это поучаствовать во всех мероприятиях, которые проводит университет И уже, конечно же, в других мероприятиях, которые проводит город и другие города Россия, может быть, даже за рубежом Нужно просто везде участвовать Неважно в какой роли То есть, если субботник, пошел, прибрался, сделал все как надо Выложился на все 100% А если нужно пойти на митинг, пошел туда Улыбнулся, красиво прошелся Все очень хорошо Пошел на школу актива Участвует уже везде Везде отвечая на все вопросы Проявляя себя И точно так же в студвезд на КВН Хочешь – иди, танцуй, играй, шути И благодаря этому мы будем видеть то, что ты активист Это я, конечно же, могу там сказать Становись, равняйся, мирно Ну, это то, что научил себя в армии Вот, а так я, конечно же, стараюсь быть спокойным Вот, потому что, если я буду орать, кричать То вы будете все шугаться и не хотите со мной общаться Вот, а я хочу со всеми дружить В очереди я, конечно, расскажу о том Как хорошо быть в университете студентом Как хорошо учиться и проявлять свою активность Получать за это повышенную стипендию А также ездить в различные города Посмотреть на мир Съездить на отдых, на юг Отдохнуть как следует Также я вам расскажу о том, как найти себе хорошую и правильную жену Потому что это очень важно А жену нужно искать не в хороводе, а в огороде, как говорится Вопрос, наверное, о том, как выбрать себе правильную жену Вот, как я уже сказал, это я бы сказал своим внукам Но более подробно я бы рассказал еще о нашей молодежи Потому что очень важно на самом деле Выбрать себе правильного партнера на всю жизнь Сейчас, к сожалению, уже не танцую Ну, либо редко Бывает иногда раз в месяц С женой в квартирке потанцуем Иногда, да, меня студенты путают Особенно вот на школе активы первокурсников Я, наверное, в самом начале не представился Как начальника делал, представитель на работе И они думают, о, студент-выпускник Или студент-старшепурсник такой Активный, веселый, ходит, что-то всеми командует Молодец, он, наверное, крутой Вот, наверное, не все знают еще о том, что я тут сотрудник Вот, бывает такое, но это мне иногда приятно даже Вообще, я хотел поступить, получается, куда-нибудь в пожарном Здесь у нас в Чикбуке как раз была пожарная безопасность Но туда я не поступил Поступил я на технолого-экономический факультет Ну, я этому очень рад Мне очень нравится этот факультет Он дал мне возможность проявлять себя И в учебе, и в студенческой жизни И благодаря ему Именно этой студенческой жизни Я уже после армии, когда вернулся Просто устроился сюда Потому что знали меня как активиста И с вами снова в студии мы Студенты Чувашского государственно-энергогического университета Имени Ивана Яковлевича Яковлева И в наших гостях руководитель штаба студенческих трудовых Отрядов ЧГПУ имени Яковлева Тимофеева Ирина и методист педагогического отряда Чердак Павел Васильев Здравствуйте Привет Привет Здравствуйте, ребята Ну, для начала хотелось бы узнать И рассказать нашим телезрителям Для чего создана ваша организация Цель создания штаба трудовых отрядов Это обеспечение временного трудоустройства студентов Во время куникулярного времени Ну, позвольте с вами согласиться Вы хорошо проинформированы о деятельности нашей организации Штаб студенческих отрядов в нашем университете создан не так давно Но официально начал свое существование Я даже помню точную дату 13 декабря 2017 года И именно в этот день мы официально открыли штаб С почетными лицами нашего регионального отделения Нашего университета И были награждены самые активные бойцы Бойцы – это наши же студенты Которые работают летом в наших отрядах И они проявляют себя И мы считаем важным моментом их награждать Конкретно про нашу деятельность Мы занимаемся, как вы сказали, трудоустройством наших студентов В летнее и каникулярное время на объекты Допустим, у нас есть проводники, которые у нас работают в поездах Есть вожатые, которые работают в детских лагерях Есть работники-сервисники То есть они работают официантами, горничными Также вот на объектах Это могут быть лагеря или гостиницы Паш, вот у меня к тебе вопрос Вроде бы специфика такая детское образование А почему участники именно вашего отряда называют бойцами? Бойцами? Нет такой противоположности Вообще принято назвать, что вот курочки, которых мы с Ириной пришли Они называются либо целинки, либо бойцовки Потому что это, собственно, пошло с Советского Союза То есть там тоже были студенческие отряды такие И поскольку тогда было, что их называли бойцами И это как-то сохранилось А если я захочу приобрести такую же экипировку У меня это не получится? Ну, сначала тебе нужно будет вступить, получается, в объединение Российские студенческие отряды А потом заказать ее И у тебя будет такая же клевая зеленая целинка Ну и, конечно, Сергей, там не так-то все просто Не так все просто Ребят, расскажите, чем занимаются ваши трудовые отряды После завершения вашего трудового сезона То есть в нелетнее время Ну, мы стараемся организовывать нашу деятельность во многих сферах То есть наше излюбленное занятие Это поход на хоккей Паша у нас хоккеист Мы очень любим ходить к нему на игры Поддерживаем его Также у нас есть болельщицы хоккейного клуба Чебоксар Где мы еще были вчера тоже Поддерживали нашу команду Организуем всяческие акции Участвуем сами в других организациях Которые организовывают другие ребята Стали, например, вот недавно тоже Участниками акции молодые доноры Чуваши Вот Ну, мы устраиваем сами какие-то мероприятия И, конечно же, мы готовим новобранцев Со всех сторон, с творческих Мы очень трепетно относимся к их подготовке И обучаем их в нашей школе в Ажанском мастерстве В ЧГПО, потому что у нас хорошая база Вот Ну, и, конечно же, участвуем в творческих конкурсах Одним из последних конкурсов стал фестиваль «Звездная карусель» Где мы, конкретно подотряд «Чердак» Он принял участие Вот мне интересно, какой минимальный срок подготовки Человек, который хочет поступить к вам в отряд Вообще должен и имеет место быть Ну, вообще, человек, если хочет наступить Он должен пойти в школу ажанского мастерства После этого, ну, то есть, приходим Смотрим на них И самых лучших забираем в «Чердак» А есть ли какие-то интересные традиции При посвящении, так сказать, бойцы вашего отряда? Я думаю, у всех такие есть? Бойцы нашего отряда, то есть Поскольку мы работаем на море В Краснодарском крае То есть, я прихожу, беру бутылочку воды Высыпаю туда соль Размешиваю Беру пальчиками вот так и делаю Вы работаете на море А вот я не умею плавать Может ли человек, не умеющий плавать, попасть к вам в отряд? Да, конечно Потому что там на пляже отвечают спасатели Или же плав руки То есть, максимальная глубина По которой ты заходишь Это, наверное, по поясу Может быть, по грудь Ну что, неспокоен Еще не все потеряно А я так вдохновилась рассказом Ирины О фестивале «Звездный карусель» Поэтому я предлагаю нам посмотреть видео Спасибо Мы будущие ветеринары И наш отряд помогает всем будущим студентам Получать им необходимый опыт Мы принимаем всех будущих студентов ветеринаров Будем рады каждому 1 ноября нашему отряду исполнился один год Этого года? Да, этого года Наш отряд делится на несколько секторов То есть, мы волонтерами посещаем ветеринальные клиники Также мы помогаем в приюте бездомных животных То есть, мы гуляем с собаками Помогаем на выставках беспризорных животных Помогаем пристраивать щенков, котя Помогаем в кошачьем общежитии Также мы ездим на фермы И все это для получения практики Вот для нашей будущей профессии Наша организация организовалась 3 года назад И мы совершили молодой отряд И у нас очень амбициозные люди И мы хотим добиться вершин прям Всего-всего Всего-всего, не знаю Ну, педагогическая деятельность То есть, мы с детьми, ну, вожатые, получается Если к слову таким Мы выезжаем Краснодарский край На протяжении трех лет И работаем с детишками со всей страны Ну, российские студенческие отряды Это одна из крупнейших Молодежных общественных организаций нашей страны Она объединяет 74 региона нашей необъятной России Объединяет более 242 тысяч молодых энергичных людей По всей нашей стране Это одна из самых крутых, классных Молодежных общественных организаций Здесь, в этой организации Каждый получает бесценный опыт Здесь ты обретаешь друзей Кто-то находит свою любовь И я не могу как творческая личность Как такой идейный вдохновитель Как энелджайзер Можно так сказать Пройти мимо такой данной крупнейшей организации О данном фестивале Я ожидаю, что будет драйв эмоций Что каждый отряд сможет проявить себя творчески Они уже проявили себя в интеллектуальном конкурсе Они предоставили на конкурс свои видеоработы Хроники Целины Жду только классных самых эмоций и впечатлений В начале нулевых был такой педагогический отряд, чердак Потом он распался из-за неизвестных причин И в 2017 году, 24 мая официально Мы вновь возродили этот отряд Получается я, Ирина Тимофеева и Оля Кирюшина То есть оргсостав И получается это такой отряд, который был когда-то Но теперь он произвел ребрендинг Новые эмблемы и новые люди Летом мы работаем в Краснодарском крае В пансионате Восток Хотя мы там работаем первый год Но эмоции остались самые положительные Самые грандиозные И мы очень надеемся на то, что в ближайшем будущем Мы вернемся сюда вновь И будем развивать наше педагогическое движение И божество в целом Да, действительно, ребят Звездная карусель выдалась у вас очень насыщенным формом Я слышал, что вы позиционируете себя Как самый прогрессивный педагогический Отряд Республики Чувашия Давайте, докажите это Ну, когда-то у меня просто прошло в голову мысли о том, чтобы так написать А потом я понял, что нужно доказывать людям на деле И поэтому у нас были, наверное, самые массивные декорации на этом конкурсе И сюжет, который действительно был сюжетом Не просто танец, 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 кто-то спел И на этом все закончилось А был действительно настоящий день вожатого То есть все начиналось с утра И дальше То есть кофе То есть встать нужно как-то А потом мероприятие А как мероприятие готовиться И что с этим делать Как всегда все решается в последний момент И потом дети выступают И ты за сценой Либо смотришь на них со зрительного зала И кричишь за них А потом приходишь, собственно, в свою вожатскую Без сил Эмоции уже все выплеснуты Просто падаешь И вспоминаешь, что у тебя действительно ночная репетиция Ребят, вот вы говорите о обычном дне вожатого Какие есть вообще в обществе стереотипы о работе вожатым? Стереотипы о работе вожатым? Ну, наверное, что вожатые всегда в любой компании рассказывают только о том Что у них было в лагере И что происходило с детьми Везде играют свои лагерные песни И везде с собой таскают гитару Ирина, расскажи мне вот, пожалуйста В каких лагерях ты работала? Ну, школу вожатых я закончила в 2016 году И, честно говоря, я до сих пор не могу понять Почему я стала вожатой Потому что я была первокурсницей Мне хотелось во что-то вложить свою энергию Но сейчас, когда я проработала 3 года Я для себя уже определенно решила Что я не хочу уходить из вожатства И по какой именно причине я не хочу уходить из вожатства Ну, потому что дети Я себя вижу среди них Не особо так отличаюсь от них Близка к ним, скажем так Скажите, честно, тебя просто не отпускают оттуда, да? Да, меня вообще не отпускают И я очень ценю, когда дети ко мне уважительно относятся Несмотря на то, что иногда бывает такое Что вожатый, конкретно я Ростом 151 см, а мои дети ростом 191-192 см И, в принципе, работа со старшими детьми Это так, как сказать, классно осознавать Что ты достигла среди них понимания и уважения Вот Ну, начинала я, конечно же, в чувашском лагере Это Белые камни И пришла я в РСО тоже Будучи бойцом их педотряда Который называется «Пятая четверть» Вот И благодаря открытию штаба в нашем университете И к нам пришла идея возродить педотряд «Чердак» Который существовал в нашем университете Еще в 2000 году Но по некоторым обстоятельствам Прекратил свое существование Теперь мы, бойцы педагогического отряда «Чердак» Стремимся нести новый смысл Новый посыл Для детей И для других тоже И, возможно, мы будем противоречить где-то Тем ребятам, которые создавали «Чердак» Когда мы будем нести новую историю Кстати, вот ты говорила о своих, так сказать, подопечных детях С ростом метр девяносто два У тебя не осталось контактов, случайно, этих ребят? Потому что нам нужны в сборную По волейболу ЧГПУ высокие ребята Я вам скажу, что один из них Чей рост 192 сантиметра Он профессиональный баскетболист Играет у себя в городе Лангепас Это в Сургутском районе Теперь мы знаем новые города Благодаря тому, что работаем в Краснодарском крае Вот И он, как я сказала, играет профессионально Играет за свой город И чем немного доставляет мне гордость Еще одним ребенком моим же подопечным является мальчик, которому 16 лет И он тоже хочет быть вожатым Но он такой прогрессивный мальчик И я только после смены узнала, что он, оказывается, блогер Да еще и известный у себя в Лангепасе та еще звездочка Кумер многих девчонок И он еще и пишет песни Это так здорово, оказывается, знать, что твой подопечный Настолько талантливый И еще круче Это когда ты же даешь что-то свое А они преподносят тебе свои умения и качества Учите все друг другу, чем вот новое Вот это вот, я считаю, это идеальным вожатством Паша, а как вот ты пришел к осознанию того, что ты должен стать вожатым? Ну я вообще к этому не приходил Это вообще получилось максимально спонтанно То есть когда-то, и сейчас тоже я учусь в педагогическом университете, в принципе, как и вы Пошел я, значит, грустный после экзамена С понурой головой Когда-то там работала Марина Борисовна Кожанова Святая память Вот Я иду, чуть ли не со слезами Экзамен завален На пересдачу Действительно, я раньше был немножко социальный И трудно контактировал с людьми Возможно, из-за этого даже не получилось сдать первый раз Она такая, хватает меня за руку Ну, пойдем зайдем Я такой, давайте Сели, начинаем пить чай Она мне говорит Хочешь на море? А я, ну, конечно Это же море Будешь работать вожат Я такой, как, в смысле? Слов не могу подобрать Прошел, получается, трехдневные курсы Экспресс И с корабля на бал Меня просто как выкинули в лагерь Сказали, вот тебе дети, работай Только, собственно, так и оказался в вожатстве уже 4 года Никто из твоих первых подопечных не пострадал, я так понимаю? Нет, точно никто не пострадал Они, кстати, до сих пор пишут Кто-то уже учится в университетах, там, на втором, на третьем курсе Вот, мы часто общаемся Кто-то, может, даже уже вышел замуж Женился Расскажите нам вообще Самые такие интересные, яркие истории Из вожатской жизни? Да Собственно, вот этим летом Я, собственно, работал Тоже, как и Ирина, в лагере Восток Но в профильной смене English City И у них, собственно, был сценарий Про семью волчат каких-то Я вышел, значит, ночью подышать свежим воздухом Потому что уже отбой Мне звонит мой напарник и говорит У нас дети водят Я такой, в смысле водят? Прихожу в корпус и там реально Я к ним заходит, спрашиваю Ребята, что вы делаете? Это новый сценарий И все такие Да Вот у меня до сих пор в голове Крутится один вопрос Почему ваш отряд называется Чердак? Ну, наверное, я отвечу Из того, что мы знаем Слышали когда-то Основатели этого педотряда Собрались и думали, как назвать его. Названия все уже какие-то такие пафосные были заняты, искра, еще какие-нибудь звездные, звездочка и так далее. Нужно что-то не банальное, оригинальное. Почему бы и не чердак, да? Почему бы и не чердак? Предлагаю нашим гостям перейти к маленькому интерактивчику. Да, ребята, у нас есть для вас интересное испытание. Мы хотим проверить ваше мастерство и для этого у нас есть здесь предметы. Объясните, пожалуйста, для чего они нужны настоящему вожатому? Это вот пакет, целлофановый пакет. Для чего же он нужен вожатому? Я думаю, ответ прост. Вожатые любят собирать всякие побрякушки, безделушки. Вообще, лучший материал в чемодане вожатого это все то, что лежит не там, где нужно. То есть, берем все, что лежит и хватаем. И из этого потом в скором времени получается отличный костюм на конкурсе модельеров в лагере уже. То есть... Если девочка худая, то это отличное платье. Самая ненужная побрякушка, которая лежит в вашем целлофановом мешке. Самая ненужная побрякушка? Это, наверное, в моем мешке это был сломанный карандаш, который вскоре превратился в урок единорога. У меня степлер. Ну что, продолжаем? Продолжаем. И следующее это скотч. Зачем же нужен он? Расскажите, ребята. Скотч. В России нужен скотч всем. Я думаю, он к нему нервонадушен. Конечно, это универсальная вещь. Можно склеивать костюмы. Можно склеивать тех, кто не ходит на ночные репетиции. А таких... Такие есть. Такие люди прогуливают, пожатые. Есть такие, которые любят поспать. Да. И эти можно соединять. То есть в лагере не всегда найдется ватма, чтобы носить на газету. Незаменимая вещь. Сколько руонов скотча вы потратили вместе за свою практику вожатого? За всю свою практику? За всю свою работу? Больше ста точно. Как минимум. Это да. Не считать. Потрачивая скотча. Разных цветов еще? Разных длинных. Ребята, зачем нужна вот такая вот интересная поделка? Можно? Вообще мы в лагерях очень любим проводить мастер-классы. И не секрет, что вот такие вот галстуки, бантики мы тоже можем мастерить. И в принципе, они используются обычно как подарок. А у нас этим летом, в самом начале нашего трудового сезона, получился один праздник, день рождения Паши, где мы ему подарили точно такой же бантик, только вот голубого цвета. Он очень любит гастуки и бабочки. Кстати, проверь сейчас дома, есть ли он у тебя? Есть. Скрепки. Зачем же они нужны настоящему вожатому? Оу, так это бижутерия. Достаточно модная в лагере в лагере жизни, когда ты теряешь, например, в лагере теряется очень многое, например, цепочки, браслетики. Ты можешь из этого сделать достаточно модную вещицу, нацепить на себя, либо сюда, либо сюда, либо вообще сделать из нее повязку. А еще, мне кажется, она олицетворяет ваше единое братство. то есть, если каждый ребенок возьмет по скрепочке на свечке и соединит, и потом ему сказать, что вот, такая цепь, которую никто не сломает никогда. Здорово. А зачем же нужна вот такая вот замечательная штучка под названием оригами? Просто, просто штучка. Объясняйте. Ну, на самом деле, я уже говорила о том, что мы очень любим проводить мастер-классы, где любим еще делать оригами, мы делаем, с детьми делали лягушек, птичек, ну, и сделали однажды вот такой вот кружочек тоже. Ну, в принципе, когда детей нечем занять, можно сделать такой кружочек и играть им как бумерангом. В принципе, детей это завлекает, и им это весело. Самый главный атрибут вожатого – галстук. Ну, и расскажите. Не простой. Не простой. Суважский. Суважской республики, да-да-да. Расскажите его основное применение. Собственно, вот он, отличительный знак, собственно, вожатых. Если твой рост не позволяет тебе отличаться сильно от детей, ты можешь его завязать, и все поймут, что ты вожатый. Вот, а еще им можно действительно перевязывать, бывает такое, что ранки, то есть дети бегают, прыгают, ты сам бегаешь, прыгаешь, ты можешь спокойно упасть, и этим можно перевязать ранку. Это же идеально. А еще использовать в играх, наверное, можно, да? Да, это можно в играх применять, но вот я очень любила вот эти гастуки за тот факт, что их можно использовать как панамки. Бывает то, что вожатый настолько сильно забегался, что забыл взять кепку, панамку, головной убор. И когда гастук, очень удобно повязать это все как платочек, как пандану, и пошел на море, и детям хороший пример подал, что вот... Я очень надеюсь, что этим платком не придется не перевязывать ничьи ранки. Да. Вот, еще самый главный атрибут вожатого, мне кажется, да, это бэйдж. Здесь все понятно, это бэйджик. Да, естественно. Даже с моим именем. Даже с твоим именем. Давай перейдем к следующему атрибуту, мне кажется, он более интересный. Вот, такой вот атрибут в виде розы. Объясняйте. Я знаю, что с этим можно сделать. Ирина Петровна, можно я не пойду на ночную репетицию? Это вам. Павел Владимирович, я бы сказала, что для вас все что угодно, но ночные репетиции неизбежны, особенно, когда вам самый прогрессивный педотряд это Чуваши. Это да. Из скольки цветов должен быть букет роз, чтобы его освободил все-таки. Мое любимое число 43. 43 розы и написанность в сценарии к мероприятию. Да. Запоминай. Ну и последний атрибут это вот такая вот ловушка снов, насколько я знаю, да, она называется? Да. Зачем же нужна она вожатому? Я подержу, а ты, наверное, расскажешь. Хорошо. Ловят снов очень, скажем так, интересный предмет. его можно очень хорошо применять именно на свечках, на огоньках так называемых. Этим можно спокоить детей и как бы завлечь. Его можно использовать как подарок, как презент, как переходящий трофей, потому что дети очень любят такой предмет. Я сама очень обалдею, когда вижу его, потому что это моих рук дело. Вот. И я обычно люблю использовать такие предметы как на свечках. Ну что, ребят, настоящий вожатый и креативный вожатый мы в этом убедились сейчас. Да. Большое спасибо, что пришли на наш эфир, с яркостью описали вашу профессию. Ну, а нам остается позавидовать вашему большому таланту, как вы справляетесь со всеми трудностями, ведь работа вожатого, она такая непростая. Спасибо за то, что позвали, конечно. Ну и, к сожалению, на этой веселой ноте наша программа День студента, которую вели Аня и Сергей, студенты Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича подходит к концу. До скорых встреч, увидимся в следующий вторник. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok